выходим на финишную прямую масленичной неделе мы с андрюш андрюши проводим в поезде ростов москва и решили сегодня выбить родимую коголку вы никогда не видели как я пью водку но вы должны знать что у меня ничего человеческое не чуждо в грузии я люблю пить вино а соответственно на холодных территориях я люблю пить водку конечно я это делаю крайне редко потому что это водки для меня вот эмоциональная составляющая просто невыносимая вот это вот зажмуриться потом что вот это занюхать проснуться сказать жизнь прекрасность сквозь преодоление нет невыносимо в год два раза это самый максимум что я делаю ну и выходим мы на финишную прямую и завершаем прощенным воскресенье андрюша скажи мне пожалуйста тебе есть перед кем извиняться в этом году или ты был идеален вообще-то из реально как обычно банк а у меня списочек в первую очередь я бы хотела бы извиниться перед моим внутри салагом потому что сегодня все шаблоны были нарушены не только нутрициологии но и морали второе конечно же перед моим мужем потому что но он найдет за что мне самое как во что меня обвинить я была в этом году конечно же не идеально как обычно вот ну и дорогие друзья если вас кого-то я обидела потому что я могу быть резкой я могу быть слишком правдивой я могу быть не тактичная я могу быть я могу быть разные в этот момент отрезаем мягчайшие фантастические сыр похоже на и меритинскую брынзу и меритинский сыр мы-то не говорим призу вот и вот так вот обязательно понимаете какая стерсер надо резать сыр надо резать толсто сейчас должен быть нарезан вот так вот смотрите вот этот бутерброд понимаете таким за рехан я не люблю я не кладу укроп никогда не смотря на то что в этом наполе есть укроп это не грузинская это не кавказская трава мы и кавказ и как-то не очень признаем укроп величие этого этой травы смотрите вот так это 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 композиция показывает нашу готовность на серьезные поступки сегодня и конечно же помидором розовые розовые помидорчик вот эта композиция вот эта композиция это самая великая композиция к водке чтобы вы знали это убирает и селедку и тюльку и боеву сайру откуда я все это знаю маля в общем стакан андрюша водка андрюша и композиция андрюша с прощенным воскресеньем друзья моя сейчас будет нотка серьезности я завтра зайду уже в пост такое молчание аскетику постараюсь из себя выжить какие-то залежи какую-то как сказать лучшую версию себя вот и постараюсь преобразиться в лучшую сторону подождите одну секунду сейчас я буду пробовать то что я сделаю андрюша чопайся в меня поехали понимаете какая стоя все было бы хорошо однажды мой любимый лишь серебряков это был год девяносто девятый мы делали мюзикл метро и он говорит давайте ребят выпьем водки лёш я пила один раз водку в благовещенске когда мне было 17 лет не сори это было ухта умоляю ухта там было это под 50 градусов я чуть не умерла это мама мне сказала доченька когда ехала в ухту она сказала дочь надевай все смысл вам все вот все что есть надевай дочь и и я просто даже не знала о каком я думал что я все таки как бы как бы грузия горная страна я знаю что такое холод думаю что мама говорит когда я вышла на улицу и вот здесь вот вперла я это ощущение не забуду никогда не могла выдохнуть и женщина женщина так вот тихо 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 как это милая русская женщина постучал и и к доченька иди иди не останавливайся я иду она меня в какой-то подъезд заводит а я бед я не знаю ее и я за ней иду иду за ней и поднимаемся на 5 этаж пятиэтажки у нас сядется ставить рюмки разогревает больше а я понимаю что я сижу у незнакомой женщины но мне так холодно что мне абсолютно все равно я знакома с ней или нет если у нее в квартире и мне достаточно такая милая похожая на учительница истории или учительницу русского языка и литературы а я наливаю так две рюмки разогревает то ли был борщ то ли был рассолик точно не помню мы начинаем есть и она говорит давай дочь я не могу слово сказать просто одного слова я такой холод пережила я так без слов как бы бах эту водку бах опять ставит опять наливает как дочь давай бах я вторую бум-бум дочь давай я бам опять третье уже просто рай я извелась и я так вот это вот вот это обожаемое состояние знаете когда водка прогревает тебя ни одного напитка кстати этого нет вот это вот именно вот этот контраст между ужасные вот этой жимуркой и бах и и так смотрит на меня как ну здравствуй я это никогда не забуду ухта мне 17 лет и вот после этого я не пила водку никогда и в общем лёша серебряков говорит я тебя научу сейчас пить водку андрюша наливаю подожди я что-то не выпил да выпей уже господи и значит уголь послушай водка не должно быть я рассказываю естественно лишь эту историю лишь какая классная история какая на кинематографичная а вот и не год водка не должна быть вкусной водка должна быть абсолютно безвкусной потому что главное водки это эффект я говорю слушай ну вот мы грузины за вкус а вы за эффект я говорю объясни почему такая большая разница могут что но мы северяне вы южане как бы все понятно и она говорит ты должна зажмуриться когда пьешь водку бах зажмурилась тебе ужасно а потом пах и тебе прекрасно и вот в этом переходе в этом переходе за очень короткое время состоянии и собственно говоря есть водка так что друзья мои хочу себе налила мне нет ты уже выпил мой хороший я тут сколько лет ты меня уговаривать чтобы я с тобой вместе выпила водку скажи признайся перед людьми не уговариваю как не уговариваешь ты уговорить как сломалась быстро у меня есть огромное количество напилась огромное количество людей которые все время говорят когда мы с тобой выпьем когда мы с тобой выпьем все никак не совпадать пошли я все время жду вот этого куража понимаешь я не могу вот это вот состояние сделать свои каждодневностью в этом должен быть цимис понимаешь приподнятность какая-то поэзия вот понимаешь вот ростов-москва поезд я и ты понимаешь и такое такой такой бесповодный повод прощенное воскресенье конец масленицы начало поста мне кажется для водки самая но не на как это вкусно очень вкусно ну и 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